Луркмор раскаялся и начал удалять неполиткорректные статьи. Началось со статьи про трапов, потому что его создатель недавно вышел из шкафа и сказал, что он тоже небинарная персона, чудо-юдо-рыбокит. Но история, конечно, фантастическая, потому что Давид Хамак сделал себе репутацию. Единственная причина, почему я знаю его фамилию, почему вы знаете его фамилию, это потому что он делал Луркмор. Луркмор, который сопротивлялся государству, сопротивлялся государственной цензуре. И в России Луркмор был забанен за статью ББПЕ. Кто не помнит, что такое ББПЕ, это «бей бабу по ебалу». И осуждаем, разумеется, это делать нельзя, но мы понимаем разницу между поступками и мемами. Мемы были смешные. И сегодня эти статьи пропадают с Луркмора. То есть, с одной стороны, это невероятная победа гражданского общества. И Луркмор можно написать в Ростелеком и просить его разблокировать, потому что все статьи, которые вызывали вопросы у Роскомнадзора в Луркморе, скоро просто будут вычищены ее создателем. Во-вторых, да, Сиктранзит Глория Мунди. Интересно, как меняются люди. Интересно, как заработав... Вот мы говорили про актера, который играл 30 лет роль Апу. А здесь человек, который сделал себе репутацию, который сделал себе имя на том, что защищал свободу слова, сегодня отказывается от этих идеалов, вычищает неудобные статьи. То есть, статьи про христианство там остаются, статьи про трапов там исчезли. И, в общем, превратился в пародию на себя и в иллюстрацию того, что в быту называется, что ты должен был победить зло, а не примкнуть к нему. Вот история про Луркмор личная, потому что я... Либертанская партия России защищала Луркмор, когда его блокировал Роскомнадзор. Это была наша принципиальная позиция всегда. Я писал статьи в его поддержку. Огромное количество активистов выходило на те немногочисленные митинги, когда они собирались во время блокировки Луркмора. А человек, который этот ресурс создал, сегодня занимается тем, что не смог сделать Роскомнадзор. На этом, я думаю, новостной блок сегодня можно сворачивать.